Самарский электромеханический завод по праву считается одним из символов нашего города. Глава администрации Олег Фурсов посетил предприятие, заглянул в цеха по производству автовспомогательной, медицинской продукции и компонентов военного назначения. После экскурсии по лабиринтам производства встретился с заводчанами. Сотрудники могли напрямую обратиться к мэру и задать свои вопросы. Дома наши стоят на болоте, и мы весной, осенью, в хорошей дождик тонем. Вот мы ходили в водоканал, бегали насчет этой ливневой канализации. Она нигде не стоит на балансе. Но геосъемка показывает, что она есть. Вот мы вас просим, разберитесь, пожалуйста, чтобы наши стеки шли туда в ливневую канализацию. И потом, ни тротуаров у нас, ни дорог. Мы даже просим, вот битый асфальт, привезите нам. Мы какую-то цену маленькую, но заплатим и сами положим эту дорогу. Ливневку поставил на баланс с Черепановым вместе. Пометьте, пишите, да, кто у нас фиксирует. По поводу асфальта вопросов нет, значит, ничего там платить не надо. Вам крошку привезем. Тоже пометьте, Василенко, Коновалов, асфальтовую крошку вывезти. Система управления города, которая функционировала на протяжении последних 25 лет, оказалась недостаточно эффективной. В городе немало проблем, которые необходимо решать в экстренном порядке. Так, транспортный парк Самары, который не обновлялся больше 20 лет, в этом году обзавелся новыми автобусами и троллейбусами. К началу следующего года на городских маршрутах будут работать порядка 200 новых машин. Также начала решаться проблема очистки снега. Была закуплена спецтехника, которая зимой сможет не только убирать в снегопады городские магистрали, но и заходить во все дворы и внутриквартальные проезды. Кроме того, активно идет работа по возвращению в муниципальную собственность отданных когда-то зданий школ и детских садов. За прошлый год больше 2000 трехлеток пошли в свое первое учебное заведение. В следующем году еще 3500 дошколят отпустят маму на работу. Впрочем, городские проблемы можно разделить на глобальные общегородские и местного значения, такие как благоустройство детских площадок, ремонт внутриквартальных дорог. Реформа местного самоуправления как раз и направлена на то, чтобы районы администрации могли, оценив обстановку на месте, выслушав пожелания жителей адресно подходить к решению вопросов. Для этого в каждом районе Самары будет сформирован свой собственный бюджет. Бюджет – это налоги, которые собираются на территории района. В этом году мы приняли решение, что будет два налога собираться на территории района. Это земельный налог – 10% и имущественный налог – 50%. Они будут собираться и оставаться полностью на территории района. Из совокупности этих средств, собранных, район будет определять, на что же нужно потратить эти деньги в первую очередь. Может быть, на ремонт внутриквартальных дорог, может быть, на ремонт дворов, может быть, на пиловку деревьев или на развитие культуры или спортивных каких-то сооружений. Это решает сам район. Для того, чтобы решения были прозрачными, и создаются районные советы депутатов. Чтобы ни один человек в лице главы района распределял бюджетные деньги, а направлялись они коллективно на самое необходимое. Это и будут реальные рычаги управления на районном уровне, резюмировал мэр. Айгуль Заганшина, Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.